Праздничные дни сотрудники МВД будут нести службу в усиленном режиме. Для обеспечения охраны безопасности участников праздничных мероприятий и обеспечения общественного порядка в новогоднюю ночь будут задействованы практически все сотрудники и подведомственные службы. А это порядка 400 сотрудников и 36 единиц автотранспорта. Отделы госавтоинспекции и патрульные наряды в новогодние праздники также будут нести круглосуточную службу в усиленном режиме. Сотрудники ОМОН с помощью технических средств и служебно-розыскных собак проведут оперативно-технические осмотры мест, где будут проходить новогодние мероприятия. В данных мероприятиях будут участвовать усиленные наряды милиции, будут произведены инженерно-саперные разведки в местах проведения массовых мероприятий. Также будут с 8 часов вечера выставлены усиленные патрульные экипажи, которые будут патрулировать как районы города, так и всю территорию республики. В местах проведения массовых мероприятий пропуск граждан будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с применением металлодетекторов. Что касается пресечения противоправных действий, также будут усилены у нас стационарные посты ГИБДД в целях недопущения проезда и использования автотранспорта в корыстных целях. Также у нас предусмотрены мероприятия по охране объектов государственного значения, здания, жизнеобеспечения и учреждения. В этом году театральная площадь не будет перекрыта для передвижения автотранспортных средств. Что касается проведения мероприятий, значит, у нас связи с ограничительными мероприятиями по поводу COVID-19, у нас в республике ограниченные мероприятия, на территориальной площади у нас не будут проведены новогодние мероприятия, так что театральная площадь у нас не будет перекрыта в новогоднюю ночь, но у нас на театральной площади будут стоять усиленные патрули по охране общественного порядка. Также сотрудниками МВД проводятся рейды по предотвращению неправомерного применения огнестрельного оружия во время новогодних праздников. В случае объявления подобных фактов будет аннулирована лицензия на ношение оружия. Правоохранители также предупреждают предпринимателей об административной ответственности за продажу пиротехнических изделий. В пользу моментов хочу предупреждить граждан города, что в отношении лиц, которые будут у нас производить незаконную средбу, или будут заниматься противоправными действиями, в отношении не будут приниматься очень строгие меры в рамках административного кодекса. Они все будут у нас привлекаться к административной ответственности. А если еще побольше, то и к уголовной ответственности за хулиганство, восприменение огнестрельного оружия. Особое внимание в новогодние праздники будет уделяться вождению автотранспорта в нетрезвом состоянии. В Министерстве внутренних дел заверили, что будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы праздничные дни прошли без эксцессов и осложнений оперативной обстановки.